Здравствуйте! В эфире очередная программа «Приемный день» и я, ее ведущий Олег Петровский. Все мы еще со школьной скамьи помним знаменитую фразу древних римлян «Хлеба и зрелищ». Конечно, за две с лишним тысячи лет предпочтения и интересы людей эволюционировали, но зрелища, развлечения и отдых по-прежнему востребованы, причем их видов и форм в наше время стало значительно больше. Это целая индустрия. Особое место в ней отведено паркам культуры и отдыха, предлагающим своим посетителям целый спектр услуг. Сегодня мы поговорим о том, как работает эта индустрия, какое место она занимает в современной жизни. Наш собеседник – человек, хорошо знакомый с этой темой изнутри. Это председатель Совета директоров Потребительского общества Ставропольский парк культуры и отдыха Виктор Григорьевич Бондаренко. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Виктор Григорьевич Бондаренко родился 18 марта 1960 года в городе Макеевка Донецкой области. Отслужив в армии в 1982 году, пришел работать техником в Ставропольский парк Победы. Пройдя все ступени карьерного роста, в 1993 году возглавил этот парк. В 1998 году после объединения Парков Победы и Центрального был единогласно избран председателем Совета директоров Потребительского общества Ставропольские парки культуры и отдыха. В 2000 году получил высшее образование по специальности юриспруденция. В 2002 году первым в России и Восточной Европе Ставропольский парк был удостоен престижной международной награды в индустрии развлечений «Золотой пони». Это своеобразный Оскар в сфере парковой деятельности. В сентябре 2008 года возглавляемая Виктором Григорьевичем организация «Досуга» была награждена Всероссийской премией «Хрустальное колесо». А пять лет спустя она закрепила свой успех в номинации «Лучший парк развлечений» с количеством посетителей более 1 миллиона человек в год. Виктор Бондаренко возглавляет Ассоциацию парков «Юга России», является членом Президиума Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В 2008 году был избран президентом Ставропольского краевого союза малого и среднего бизнеса. Имеет много наград и званий, в их числе знак Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре, серебряный орден правительства Ставропольского края, отличник качества Ставрополья, медаль за достижения по охране окружающей природной среды, Международная премия – лидер экономического развития России. Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей. Виктор Георгиевич, вы человек, который успешно соединили бизнес и такое непростое дело, как отдых. В общем-то, добились в этом направлении неплохих результатов. Они отмечены даже на международном уровне. Но прежде чем мы с вами приступим к беседе, я предлагаю вам посмотреть небольшой информационный сюжет, чтобы, как говорится, погрузиться в тему. Давайте посмотрим. Словари трактуют развлечения, как особый вид досуга, который предполагает физическую, эмоциональную или интеллектуальную активность человека. Они отвлекают от переживаний, обыденных мыслей, дают всплеск новым эмоциям и заряжают энергией. Сегодня у людей есть альтернатива между походом в кино, театр, посещением выставки или аквапарка и многим-многим другим. Что из этого выбрать, зависит от потребителя, его желаний и предпочтений. Вместе с тем сейчас эпицентрами культурной жизни и активного отдыха служат парки. Они преображаются, превращаются в популярные площадки как для молодежи, так и для людей старшего поколения. Их основная задача – дать населению полноценный разносторонний отдых. С этим успешно справляется уникальное предприятие – Ставропольские парки, культуры и отдыха, объединившие два разноплановых, но очень удачно дополняющих друг друга парка. Они стали излюбленным местом ставропольчан, желанным пространством для отдыха, спорта, танцев, концертов и игр на свежем воздухе. Бесплатный вход, новые зеленые зоны, созданные в духе самых современных тенденций дизайна, тщательно продуманная программа мероприятий и внимание к людям – вот залог их успеха. Так, в юго-западном районе Краевого центра в лесном массиве расположился Ставропольский парк Победы с многочисленными аттракционами, зоопарком, ледовым катком, площадками для катания на скейтбордах и роликах, аквапарком и многим-многим другим, что регулярно привлекает посетителей. Повышенное внимание здесь уделяется также популяризации здорового образа жизни. Установлено более 30 спортивных объектов. По территории пролегает почти 40 километров дорожек для любителей бега и спокойных прогулок в экологически чистой среде. Ежегодно парк Победы посещают более трех миллионов человек. А в самом сердце Ставрополя на площади 12 гектаров раскинулся парк «Центральный». Его история насчитывает более 150 лет. Сегодня в нем созданы все условия для спокойного отдыха горожан. Вековые дубы и каштаны, которыми любовались еще Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, пруд с лебедями уже давно стали визитной карточкой города. Огромная работа и по-настоящему творческий подход позволили потребительскому обществу Ставропольские парки культуры и отдыха стать одним из лучших отраслевых предприятий в России. Тут задают новые стандарты индустрии развлечений в регионе. Но главное, этим паркам удалось органично переплести бизнес, культуру и спорт, став одной из самых заметных точек притяжения для жителей и гостей краевого центра. Виктор Григорьевич, скажите, пожалуйста, каковы парки сегодня, как они развиваются? Парки развиваются, как они, наверное, должны развиваться. Это многопрофильный творческо-производный центр индустрии развлечения и отдыха. Особенно парк Победы. Конечно, это уже предприятие, куда может прийти семья и максимально получить, в зависимости от возрастной категории, детям, например, аттракционы, взрослым, другие развлечения, поиграть, может быть, в бильярд. Парк сейчас стал интересен, потому что в парке есть многообразие индустрии, как отдыха, так и развлечений. Виктор Григорьевич, ваши парки не закрывают свои двери ни зимой, ни осенью. Что нового будет в этом сезоне? Вы имеете в виду зимний период, да? Совершенно верно. В зимний период, конечно, у нас будет работать ледовый каток. У нас будет уже работать в этом году два катка. Это взрослые и мы рядышком делаем детские, которые будут соединяться вместе. В этом году у нас будет прокат лыж, саней, ледянок, ватрушек. И, естественно, у нас будет работать снежная гора, ледяная гора. Также у нас будут работать упряжки с лошадями, то, что работало раньше. В этом году мы, наверное, приобретем снегоходы, которые также будут участвовать в обслуживании наших посетителей. Ну и, конечно, также будут праздники, зимние только праздники. Также будет работать зоопарк и, конечно, будут работать аттракционы. Скажите, а как обстоят дела с обеспечением безопасности? На сегодняшний момент в парке работает народная дружина из сотрудников парка. Дежурит казачья дружина. И, конечно, у нас работают две охранных фирмы, которым парк проплачивает, и они обслуживают наши парки. У нас порядка 15 стационарных постов охраны. И, конечно, мы работаем в тесном контакте с нашими силовиками. Я скажу, что на сегодняшний день это самое безопасное место в городе, где можно вечером погулять. У нас прекрасное освещение, вот у нас стоят видеокамеры. В любой случай он фиксируется, и в случае какого-то недоразумения мы можем еще это посмотреть и рассудить. То есть, как говорится, таких так называемых медвежьих углов в парке нет? Практически нет. Я скажу, что практически нет, да. Здесь, я скажу, что комфортно не только днем гулять, отдыхать, но и вечером. И в продолжение темы безопасности мы перейдем к теме безопасности технической. Известные случаи травматизма, вот недавно произошедшие случаи в Кисловодске, когда пострадали двое детей. Скажите, пожалуйста, в каком техническом состоянии находятся сегодня аттракционы в парке? И что делается для того, чтобы впредь не происходило каких-то неприятных случаев? Ну, я всегда говорю на предприятии своим сотрудникам. Если касается что-то безопасности нашей аттракционной техники, то, конечно, все средства в первую очередь сюда. Это человеческая жизнь, это их здоровье. И, конечно, мы уделяем этому значительное время, да, и уделяем немаленькие финансы для этого. На сегодняшний момент мы выполняем все технические регламенты, которые требуют у нас по безопасности. И, естественно, у нас есть инспекции. Есть у нас, например, Северо-Кавказская инспекция, которая ежегодно приходит и проверяет наличие нашей документации, технического состояния наших аттракционов. Это она проверяет как динамическое состояние, как электротехническое состояние. И также они занимаются тем, что проверяют на усталость металла, дефектоскопию проводят. И после их заключения, после их проверки, они уже сами допускают наши аттракционные эксплуатации на один год. — Вернемся к вопросам наших телезрителей, если вы не возражаете. Вот вопрос из Михайловска. Владислав Никитин интересуется, сколько и на чем зарабатывают парки? Помогает ли финансами государство, мэрия? — Да, у парка и как есть подразделения, которые мы называем их коммерческие, так же у парка есть некоммерческие подразделения. Это там есть спортивные площадки, стадионы, шахматный клуб, культурно-массовые работы, масса коллективов, которые мы оплачиваем. И, конечно, это подразделения благоустройства, озеленения, которые мы также на сегодняшний день содержим и, естественно, финансируем. На сегодняшний момент мы не получаем ни единой копейки из бюджета, никакого уровня, ни федерального, ни регионального, ни муниципального. Все средства, которые тратятся на содержание парка, это зарабатывается предпринимательскими структурами, которые находятся в парке. И на сегодняшний день я скажу, что мы тратим порядка 50 миллионов для того, чтобы это общепарковское хозяйство существовало. Это и дорожки, это асфальтирование дорожек, это и велодорожки, это и наши клумбы, это и в целом зеленое хозяйство, это уход за лесом. И, конечно, культурно-массовая работа, и, конечно, спортивно-массовая работа. Тем не менее, насколько я понимаю, существует проблема употребления в парках отдыха и культуры алкоголя. Как с этим вопросом? Я скажу, что на сегодняшний момент такой проблемы не существует. Я скажу, вот я в парке, днем и вечером был, я практически никогда не видел пьяных. К нам в день города пришло порядка 200 тысяч человек. Вот мы через рамки, была пропускная система, мы посчитали, сколько людей к нам пришло. Но потом, что это я говорю, может подтвердить милиция, ни одного пьяного о нем. Хотя работали все рестораны, кафе, все. Вот как бы, я скажу, что приоритеты вообще в целом они меняются. Не только, например, у нас в парке, там, в городе, они меняются в стране. Люди борются за здоровый образ жизни, вот, они хотят, видимо, прожить побольше. Вот это мешает их учебе, там, бизнесу и так далее. Вот мы все чаще-чаще видим, что у нас налег, люди становятся на ролике, да, там. Катаются там на велосипедах, бегают. Больше людей сейчас стало заниматься в наших тренажерах. Это, конечно, очень приятно. И чувствуется, что люди не только физически себя подготавливают, но они, наверное, следят и за своим питанием, естественно. Я скажу, что мы в этом году открыли даже вегетарианское кафе. Вот, и проводим там лекции о здоровом питании, семинары проводим. Это очень приятно. И к нам приходит масса людей. Вопрос следующий из Ставрополя. Галина Петровна интересуется. Какие задачи стоят перед ассоциацией парков Юга России, которую, собственно, вы и возглавляете? Ну, какие могут стоять задачи перед ассоциацией? Это, конечно, объединение всех наших возможностей. Это, конечно, обмен опытом, прежде всего. Это, конечно, сохранение нас как парков, да. Ну, и, конечно, развитие, создание других парков. Мы, наверное, не только дирекцией парков заинтересованы, чтобы были парки, но и заинтересованы, наверное, жители, прежде всего, тех городов, в которых эти парки находятся. И, конечно, как и другие предприятия, мы где-то подвергаемся и рейдерству, к сожалению. Мы где-то подвергаемся и другим, как бы... Нападкам. Нападкам слова как бы не подберешь, да. Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, конечно, мы и защищаем себя совместно. Поэтому мы объединяемся в такие ассоциации. Также мы объединились в нашу южную ассоциацию. И, конечно, мы проводим свои форумы, совещания, мероприятия, семинары, вот. Где мы ставим перед собой цели и задачи. Сегодня многие из нас имеют возможность посещать парки за границей, смотреть, как это происходит там. Вы также бываете за границей, смотрите, как развиваются парки у ваших коллег. Куда развиваться? К чему стремиться? Как бы, да, вот наша ассоциация, к примеру, ежегодно вывозит там порядка там 6-7 раз наших коллег, я имею в виду российского центра, я являюсь вице-президентом, вот, организовывают в поездке за рубеж. Например, я смогу сказать, что очень, то, что касается индустрии развлечений, ну, нам превзошли, наверное, это американские парки. Они имеют огромные территории, огромные зеленые массивы, в которых находится как масса разнообразных всяких аттракционов, включая экстремальные, огромный животный мир. Это, конечно, интересно. И, естественно, значит, интересное, конечно, там, благоустройство, озеленение, которое, может быть, иной раз нашего обывателя просто шокирует. Вот, есть интересное, оттуда можно взять, и, конечно, мы будем к этому стремиться. Стремимся не только наши Ставропольские парки, стремятся как бы парки и других регионов, и, конечно, у кого больше финансовых возможностей, те, кто больше преуспевает. Мне нравятся тоже, опять же, большие парки, европейские парки, где можно пробежаться, где можно сесть на травку и посмотреть концерт какого-то известного исполнителя или большого симфонического оркестра, такие как Вене парки, значит, самое все, и масса других европейских парков. И, конечно, сейчас мы особенно видим, что востребована вот и концепция спорта, концепция культурно-массовых мероприятий, и мы хотим тоже это развивать у себя. Вот, и все это должно быть вместе, гармонично, как бы, дополняя и помогая друг другу. Вы пропагандируете здоровый образ жизни, пропагандируете спорт. Скажите, каково это каждый день ходить на работу в парк отдыха? Ну, как бы, для меня это все равно, конечно, труд, потому что, конечно, этот труд творческий. Приходишь на работу и, конечно, ты сталкиваешься с людьми, которые, наверное, как в городе, главе города задают вопросы, так и задают мне. Где-то поставить лавочку, где-то создать какую-то площадку тоже спортивную, где-то поставить спортивный тренажер, где-то кому-то детский аттракцион. А кому-то столик с шахматами. Да, кому-то столик и масса-масса интересных моментов. Работа сама по себе интересная. Ну, как бы, поверьте мне, что мне эта работа нравится, но мы там не отдыхаем. Мы создаем условия для отдыха. Это, как бы, все равно труд. Труд, который требует отдачи, как и на любом другом предприятии. К сожалению, время нашей программы, увы, истекло. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, вопросы наших телезрителей. И надеюсь, что наша с вами встреча будет не последней. Я надеюсь, Олег, огромное вам спасибо. Я, конечно, если можно, хочу сказать в камеру нашим посетителям, что приходите в парк, мы работаем для вас. Мы хотим сделать так, чтобы вам было здесь комфортно в парках наших, чтобы вы получили массу только положительных эмоций. И, как говорится, все для парка, у нас есть такой лозунг, все для победы. Но мы все делаем только для наших посетителей, для наших горожан и гостей Краевого центра. И, конечно, мы готовы учитывать мнения ваши. Пишите нам, у нас есть свой сайт, обращайтесь. Мы, конечно, будем максимально удовлетворять все ваши просьбы, потребности. Вам большое спасибо. Всего хорошего. Напоминаю, сегодня нашим гостем был председатель Совета директоров потребительского общества Ставропольские парки культуры и отдыха Виктор Бондаренко. Все интересующие вопросы вы, уважаемые телезрители, можете присылать к нам на электронную почту, адрес которой вы сейчас видите на экране. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»